Всем привет и добро пожаловать в Сан-Паул. Сегодня у нас гонка очередного этапа чемпионата британского туринга, ну не британский туринг, просто туринг на simracinggp.net и едем мы в Сан-Паул на бразильской трассе. 23 машины сегодня, но обычно здесь у нас как бы два дивизиона, но получается так, что дивизион, не успеваю на старте за всеми, блин, разогнали все куда-то и затормозить надо было. А старта на входе в первый поворот, схема старта тут конечно неправильная, слишком короткий отрезок до первого поворота, нужно было им сделать старт хотя бы в третьем. причем нам сказали стартовать, обычно мы стартуем по лимитатору, но здесь лимитатор 100 км в час, сказали нет, держите 80, но пытался я держать 80, все куда-то уехали далеко вперед, потом резко затормозили, видать по лимитатору по привычке. Ладно, старт все-таки дан, благо здесь повреждений быть не должно, никакого ремонта нету, все-таки это считается лигой для новичков, должно быть попроще. по-моему там 30% повреждений изначально стоят. Сложность здесь будет в том, чтобы сберечь резину на 30 минут, конечно те кто едут на субару леворку будут иметь преимущество последние минут 10, те кто едут на медиуме тоже будут иметь преимущество последние минут 10. Я еду на софте, я буду иметь преимущество первые минут 20, но тоже вопрос над кем, у меня в принципе темпа особого нету. 41.4, 41.5, а народ там 39-38 валят. еду техник, приносим на машино, Я давно и не ездил на Сим Рейсинг ДЖП, но благо, что на самом деле его давно не было у нас. и получается, что ребята пытались ездить чемпионаты для новичков на каких-то совсем других машинах. Это, по-моему, уже шестой сезон Туринга как минимум на Simracing GP. Но до этого они ездили на Camaro, древним на Renault Megane. В итоге я рад, что они вернулись на Туринг, потому что Туринг я готов ездить, даже несмотря на то, что этот Туринг старый. Это машины какого там 20-го года, еще в последний раз в 21-м году обновлялись. Это неофициальный Туринг от студии. Да, в базе здесь Honda Civic 2013 года. Шинная модель вроде бы более-менее свежая, но все равно, да, физика немного другая. Кайф тот же самый. Впереди чувак передо мной, на софте едет, по-моему. У него зеленые ободки и резины. Я, если честно, давно на этих машинах не ездил, наверное, года два уже точно. Поэтому я не могу вспомнить, на самом деле какова резина тут. Почему два года? Ну, полтора года. Весной 2022, по-моему, мы закончили ездить на этих машинах. раз тогда начал выходить Туринг от студии. Уже 23-й год заканчивается. Вышло 8 машин Туринга от студии 397 BTCC Вышло несколько трасс. Не знаю, что сейчас с лицензией на BTCC у Motorsport Group. Но поговаривают, что не все так гладко. Релиз инди-кара отложили. Лицензию на NASCAR у них отобрали. По-моему, и на Туринг тоже что-то с лицензией не то. Есть вопросики к студии, но тут опять же, тут этим всем не студия 397 занимается, а именно Motorsport Group. А вот чем студия 397 занимается сейчас это Le Mans Ultimate. И вот это будет интересно. На самом деле там уже все практически готово. В феврале, 24 февраля обещают релиз. Народ впереди меня сражается. в борьбе позиции так вот и теряются. Три круга пройдено, 94%, 93% спереди шины. Мне кажется, я все равно неправильные настройки какие-то взял под эту трассу. У меня сейчас машина будет с каждым кругом вести себя все хуже. Бывает, что неправильно настроишь машину, что у тебя в начале гонки быстрое, а потом становится все медленнее, медленнее и медленнее из-за того, что накапливается недостаточная поворачиваемость по мере расхода резинок. Опа, погнал у меня чувак на торможении. отверстие отверстие Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На суббару он едет, и у него, по идее... С финами должен быть проще, более равномерный расход. Продолжение следует... Ну, он тоже вроде как на зелёных шинах, вот этот Мерседес... Или кто это... Ну, впереди красная машина это Ford, а вот серая это, по-моему, Мерседес... Неаккуратно круг проехал, перегреты передние шины. 41.5 у меня лучший круг в этой гонке. 39.5 едут быстрые ребята. Две секунды, я считаю, это, в принципе, вполне достойно проигрывать по лучшему кругу. 80 градусов до впереди идущего. Даже меня сейчас больше Петр напрягает Он как-то накатывать иногда может сзади При том, что даже напрямую, да, у меня вроде бы крыло минус два стоит Но на заднем приводе можно лучше выходить из поворота Хотя на переднеприводных машинах все-таки мощности побольше будет Не помню, тут, по-моему, мощности побольше А в старой версии был вес Поменьше Не смог я на этом круге к Карлу приблизиться толком Ла-8 десяток сейчас секунда Опять же тут возможно, что он в поворотах лучше, а напрямую проигрывает Поэтому я в конце первого сектора к нему приближался Вот они те самые восемь десяток, которые были Нужно примерно всегда в одно и то же время смотреть В мере расхода резины машина тормозит уже хуже 86-85 передней шины В принципе, если такими темпами софт будет расходоваться, то он спокойно выдержит выночную дистанцию Я помню, что на этих NGMT вечно была проблема Что шины не жили какой-то такой особенной жизнью Постоянно менялась их спецификация Кстати, вот у Subaru тоже фиолетовая шина Фиолетовая это софт Вот тут у разных машин как-то по-разному Как будто Там есть такое, что разного года техника В моде представлены машины с 2015 по 2020 год Это раскраски их Но нужно понимать, что физика для всех годов одинаковая Нету такого, как в официальных машинах Когда машины 2021 года одни по физике, машины 2022 года другие Нет, тут все машины одинаковые по физике Причем я даже так скажу, что машины переднеприводные Ну, наверное, все кроме Toyota одинаковые по физике Toyota чуть-чуть отличается по развесовке Но тоже одинаковые С остальными переднеприводными В базе лежит тот же самый Honda Sivir А вот отличается именно Subaru Subaru заднеприводный Поэтому там физика немного вообще по-другому построена Шины одинаковые, но при этом у них могут быть разные ободки У кого-то софт зеленым рисуется У кого-то софт фиолетовый При этом Medium Желтыми ободками Hard Белыми, по-моему, как-то так Это для всех одинаково Но тоже я не помню Тут может быть наоборот Medium белый, Hard желтый 82-83 передней шины Гонка у нас полчаса Сейчас вот ровно 15 минут прошло Мы на середине дистанции Пройдено порядка 8 кругов 8 с половиной Что где-то в районе 16-17 кругов у нас гоночная дистанция будет По топливу у меня все хватает Обычно я рассчитывал на 30 минут до 30 литров Литр-минута Там еще зависит от того, какая трасса Где-то больше процент круга газ в пол Проходишь где-то меньше процент круга Сейчас вот Astra медленно выходила из поворота Ну, радует, что тут нету Того засилья BMW Которая встречается на гонках Где едут машины официального Туринга, лицензионные Здесь все-таки больше переднего привода Да, здесь есть заднеприводные Subaru Но вот я смотрю вперед Передо мной только одна такая Subaru А так там и Mercedes И Ford И Astra Есть различные марки представлены Зайди на какой-нибудь Туринг Который ездится на современных тачках Там все будут на BMW Это уже начинает бесить Иногда хочется просто Какой-нибудь чемпионат Где будет запрещена BMW Ну и Infiniti заодно Чтобы чисто передний привод У меня, кстати, сейчас настолько износились передние шины Что задние перестали скользить Какие-то впереди непонятки идут Кстати, не пойму По-моему, там красная машина Это MG Не только Toyota Sedan Но и MG еще Я забыл MG6 И народ там Друг друга Это Не может Я не мог избежать уже Благо, что тут, да Повреждения низкие И я могу ехать дальше Как будто ничего и не произошло Там народ Сцепился, да Не на шутку И в итоге Субарик Улетел с трассы Так, сейчас В Окс Холло Был плохой выход Напрямую Сейчас посмотрим Не зря я, наверное Шестую передачу Удлинял Там было Такое, что Можно было на один клик Меньше шестую сделать И в чистом воздухе Ты вот ровно-ровно Упирался в отсечку В тот момент Когда тебе нужно Уже было Начинать торможение Перегрету передние шины Слишком нервный Первый сектор Для машины Надо спокойнее рулить Десять минут Остается до финиша Две трети гонки Позади Семьдесят семь процентов Передние шины А Субарик тоже Уже начинает Крутиться У него-то В отличие от нас Еще и задние шины Снашиваться могут Не только передние Как-то мне нравится Вот на этой трассе Здесь нету поребриков На которых я мог бы Перевернуться На туринговых машинах У меня это Прям болезнь какая-то Я вечно Куда-то переворачиваюсь Ну что Последние десять минут Это территория тех Кто лучше Сэкономил шины Сейчас Неудачно Уперся В ограничитель На пятой передаче Потерял момент На разгоне То может в третий поворот получится Нет Я далековато Далековато Я не успею Нагнать его Видно что у народа Впереди проблемы с шинами То там То тут Дымок Из-под колес Такой предательский Появляется Кстати Локсхолл не отстает Но Мы тут Уперлись В эту МГ Впереди Оранжевую Орла Немножко Поддел Ничего Главное Что Не развернул Немножко СДСН как-то ребята впереди медленно прошли. МГ подвинули. С этим оранжевым надо быть поосторожнее, он будет бороться так, что все стрессы улетят. Ещё один собарик развернёт или нет. То есть минут остается до конца. Играет музыка. Играет музыка. Вообще выдавливает гад. Хотя мы там в три вайде боролись. Ну куда я мог в стену уехать? Как с ними бороться? Я не против того, что меня там к белой линии прижимают, но дальше мне уже некуда было лезть. Но смотрятся на всяких там гонщиков Формулы-1. Потом начинают выдавливать тебя. Так и мы в туринге. Тут нужно уметь место оставлять. Теперь у меня шины оквадрачены. Можно было там за двенадцатое место побороться, но неудача, а неудача. Играет музыка. Уже изношенная. В начале торможения прям блокировка происходит. Там же ещё заодно они оквадрачены, поэтому блокировка происходит как раз в том месте, где она оквадрачена. А если ты стараешься не допускать блокировки и ехать с меньшим тормозным усилием, пролетаешь мимо поворота. Играет музыка. Играет музыка. Все, последние две минуты, у меня уже резины нету. 55% самое изношенное колесо. А заднеприводные Subaru имеют преимущество на этот момент времени. в любом случае это была интересная гонка довольно долго шел в группе которая боролась боролся с ребятами не повезло 18 должно быть в этой гонке а Минута до истечения временного лимита осталась. Шина убитая. Нажимаешь на газ и машина уже мимо поворота едет. Где-то за 10 минут до финиша она еще цеплялась колесами за асфальт. Сейчас я вот уже Питерсу 2 секунды проигрываю. Все время истекло, это последний круг. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...